Приветствую! Замечательный весенний вечер. Здравствуйте, Надежда, Сергей, Леонид. Очень приятно, Наталья, что вы откликнулись, поздоровались. И сразу скажу, что сегодня у нас будет конкурс и подарки, и очень много практики. Поэтому постарайтесь выключить все или закрыть все вкладки, которые у вас там открыты, и активно принимать участие в чате. Потому что самым активным участником чата, самым активным интересным вопросом я сделаю подарок в конце. Очень хороший, действенный подарок. Очень здорово работает с подсознанием. Если вы хотите продвинуться в своем саморазвитии, то эта программа вам очень даже поможет в этом. Итак, еще раз немножко представлю. Сейчас кричу презентацию, чтобы было куда смотреть. У нас сегодня тема «Укравляй интуицией и энергией». И вот эти два понятия «Интуиция и энергия», они абсолютно связаны между собой и просто так не могут существовать отдельно друг без друга. Сегодня будем мы говорить о том, как увеличить уровень вашей энергетики, чтобы хватило на исполнение тех желаний и целей, которые вы ставите перед собой. Ведь у вас так много энергии, чтобы преодолеть те трудности, те испытания, которые каждый день возникают на пути к желаемому. И даже на что-то позитивное, счастливое иногда просто сил не остается. Просто вы работаете с утра до вечера, а выходные тоже у вас есть какие-то заботы. По дому, может быть, для семьи, а для себя, любимого. Нужны же силы? Нужны. Поэтому вот сегодня мы узнаем, откуда утекает энергия, как вы её тратите, как её восполнить и как её направить именно на те качества своих возможностей и способностей, чтобы действительно их хватило на много-много разных важных дел и решения тех вопросов, которые вы хотите решить. Итак, сегодня... Так, секунду. Сейчас. Ага. Представлюсь ещё раз. Значит, психология – это моё третье образование. Во-первых, я инженер-строитель, потом я 15 лет работала в мухгалтерии в голодные 90-е годы. Как я всегда говорю, поближе к сейфу села, чтобы как-то прокормить семью. Мужа не выплачивали по 4 месяца, по полгода зарплату, поэтому надо было как-то выживать, поэтому пришлось переквалифицироваться, получить очередное образование и пойти работать в коммерческую структуру. Там-то уж платили деньги. Потом так и выживали. Но в какой-то момент я поняла, что я просто работаю без выходных. И у меня все субботы-воскресенья, они заняты приёмом людей, помощью, восстанавливала жизненные силы, чем я, в принципе, до сих пор занимаюсь. Но сейчас я уже занимаюсь этим профессионально. Пришлось закончить институт психологии, вышел в школу практической психологии, поэтому, естественно, да, знания были нужны. Одно дело, ты самими способностями обладал, другое дело всё равно — это обучение. Я скажу, какими способностями человек не обладал, если он не знает, не умеет ими управлять, то энергия, которая обладает. И в своё время у меня горели, выскакивали лампочки, я только открывала дверь в квартиру, у меня припарали лампочки. На работе, там, где я работала, я сожгла пять дисков жёстких, компьютеры тогда только начинались. И я понимала, что что-то со мной происходит, но что именно, я ещё не знала. И этим надо было как-то управлять. И мне всё время был вопрос, как управлять энергией, чтобы ничего не ломалось, а наоборот направить свою энергию на созидание. И, конечно же, меня всё время интересовал вопрос, больше всего интересовал вопрос — это здоровье. Потому что здоровье — это самое основное, что человеку нужно, необходимо, и чем он обладает. И здесь коллаж перед вами именно тех событий, ну, как бы это тысячная доля тех событий, которые происходят в моей жизни, в моей практике, в моей работе. Я провожу тренинги, я провожу личные встречи в офлайне. Это выездные тренинги в горы, это тренинги в помещениях, живые, вживую мы общаемся. Это целительские практики, и это тренинги по арт-терапии, для того, чтобы действительно выяснить, что же, где же у нас прячется та энергия, которая самая ценная, которая нам необходима в нашей жизни. Чтобы мы не заедали наши стрессы, чтобы мы не уходили в какие-то депрессивные состояния, особенно в зимний период времени. Но иногда, вот считается, апрель месяц, это тоже депрессивный месяц, вроде как будто всё расцветает, вроде как будто появляется солнце. Но иногда люди уходят в такое депрессивное состояние. Нет энергии, нет сил. Недавно пришла женщина на приём и сказала, говорит, ну, нет сил, вообще нет сил, надо дачу там уже скоро сажать, всё, а у меня вот даже интереса к этому нет. Правильно сказать, в чём причина, где причина, кто потеряла жизнь. Оказывается, она очень сильно переживает за судьбу сына. Сын закончил школу, служил в армии и никуда не захотел поступать. Пошёл в аэропорт работать просто супервайзером, по-моему, называется это, должность. Вот, это рабочая профессия считается. Она говорит, ну как же, я с высшим образованием, муж с высшим образованием, а сын не хочет ничего делать, ничего. Я говорю, ну почему он не хочет делать? Он же не сидит на диване, не валяется, он же пошёл работать. А то, что он потом определится, дайте ему время. И у вас, посмотрите, энергия у вас утекает из ваших клеток, и вы направляете её туда, куда давайте проследим. Потому что ваши мысли, где ваши мысли, куда ваши мысли, туда и уходит энергия. Поэтому давайте немножко с вами поближе познакомимся. Поставьте плюсик, кто меня видит уже не первый раз. Я выступала в прошлый раз, на прошлой конференции. Была немножко другая тема. И поставьте минус, если вы меня видите действительно первый раз. Чтобы я понимала, кто у нас в чате сегодня. И повторяю, участвуйте активно, получите подарок, который поможет вам избавиться от ненужных каких-то установок, мыслей, и печали в том числе. Потому что энергия – это надежда. Спасибо, Вижен Минус. Первый раз, значит, да. Плюс поставьте те, кто меня уже видел, знает. Может быть, какие-то мои вебинары или медитации проходил. Потому что сейчас новый проект у меня. И будем медитировать. Но сегодня мы поговорим с вами про энергию. Тамара, первый раз. Сергей, первый раз. Замечательно. Ну, значит, не зря началось представление более подробного. Напишите, из каких вы городов. Еще самое интересное. Потому что, судя по флажкам, у нас обширное. Я вижу тут и Украину, и Белоруссию. И даже есть флаги, которые я не сильно понимаю, с какой страны это. Поэтому напишите, из каких вы городов. Будет очень интересно с вами пообщаться. И Рига. Ага, понятно. Это Латвия, значит. Хорошо, отлично, Леонид. И давайте еще. О, Калмыкия, Надежда, пишет. Ага, хорошо. Киев, Украина. Хорошо. У меня там знакомые живут. Мы с ними служили когда-то. Я вообще из семьи военных. И Уфа, Сергей, вижу. Да, замечательно. И у меня за плечами шесть поколений военных служащих. Да, служим всей России, оберегаем ее границы. Наталья Киев, вижу. И считается, что это служение людям, да, профессия спасателей. Это пожарники, военнослужащие, медики и психологи. Вот мы спасатели, как бы, да. Шесть поколений. Кто знает, что там было? Это просто шесть знаю. А что там было дальше? Ну, если так, из поколения в поколение передается. Вот Ростов-на-Дону, вижу, Наталья. Да, спасибо. Спасибо. И с поколения в поколение, если передается вот это вот в генах уже заложено спасать людей, помогать людям, то, конечно, это я смотрю на своих детей, и уже сын как бы очень близко, очень интересуется психологией, хотя он работает в совершенно другой области, но очень занимается сейчас плотно саморазвитием. Он даже предложил какой-то совместный проект, и говорит, давай поработаем вот над этим. Я говорю, над этим просто так, насколько не поработаешь, надо немножко подумать в план. Так вот, куда направить энергию, чтобы она действительно сработала, чтобы не сгорали лампочки, и не ломались телефонная техника. Итак, сегодня у нас с вами план. Каков же у нас план? Что будет? Мы сделаем с вами диагностику тела. Выявим зажимы, которые влияют на самочувствие. Это, конечно, будет практика. Активация интуиции тоже практика, но в прошлый раз на активацию интуиции я вылетела из интернета, поэтому сегодня я не буду. Я скажу, как это сделать, и вы попробуете это сделать самостоятельно. Конечно, мы не сможем использовать коллективную энергию в этом плане. Это будет тогда только на тренинге, когда вы придёте, действительно захотите активировать свою интуицию, захотите накачать свою энергетику и проработать какие-то установки, которые мешают вам жить счастливо и иметь хорошую работу, делать хорошие покупки, путешествовать. Поэтому активацию интуиции я сегодня заменю просто на другую игру. Она будет очень интересная. Мы с вами узнаем и посмотрим, как работает ваше подсознание. Именно в части, бессознательной части. Потому что именно бессознательная часть очень хорошо даёт нам правильные ответы. Так вот эти правильные ответы надо научиться слышать. Поэтому сейчас напишите, что бы вам хотелось сегодня услышать на вебинаре. Может быть, решить какую-то проблему или какой-то вопрос, который вас волнует. То есть всегда мы говорим, давайте запрос сделаем. Когда есть запрос, тогда вы идёте в этот запрос, и вы решаете свой вопрос личный, и получаете результат в конце вебинара. Пусть он бесплатный будет. Ну и что? У меня все практические вебинары. Всегда есть практики, всегда есть возможность что-то проработать. Но более серьёзная работа – это, конечно, на тех тренингах, мастер-классах, которые вы приходите, и вы сознательно туда приходите, и инвестируете в себя. А в себя нужно инвестировать энергию, знания и деньги в том числе. Конечно, потому что как же без знаний, как без понимания и управления со своими эмоциями, своими тонкими телами, своей энергией. Ведь можно так управлять энергией, что можно войти в клетку и дать команду и изменить. Более того, можно войти в спираль ДНК, можно посмотреть, где она разорвана, и её склеить, подправить, изменить. Вот так управлять энергией. Но как именно это сделать – это, конечно, на тренингах, более подробно. Узнаете, как отличить главные важные цели на ближайшее будущее от мнений. Я расскажу историю, где одна женщина, которая пришла и говорит, мне надо именно с работой решить свои вопросы. Но оказалось там совсем другое, самое важное, что стоит на первом месте. Сегодня сделаем практику и заменим застоявшуюся энергию на чистую и новую. И, конечно же, найдём ваш источник жизненных сил для повышения уверенности и принятия решений. Тоже практика будет. Ну вот, как бы разговаривать некогда, да, а надо спросить себя, какие же зажимы, где они у нас прячутся. Так, презентация закрутилась, обновляется. Ну, ничего, сейчас обновится. Видимо, нагрузка пошла. Так вот, сейчас мы поговорим о мышечных зажимах. Сначала чуть-чуть расскажу, потом мы сделаем практику. Что такое мышечные зажимы? Это состояние, иногда бывает очень хроническое, напряжение мышцы. Или чаще всего группы мышц. И, действительно, вот эти зажимы, они очень влияют на самочувствие, влияют на ваши эмоции. Это может быть мышечный спазм, это может быть мышечный панцирь, это может быть мышечный блок. Чем больше вот этих мышечных зажимов у вас, тем быстрее человек устает, тем больше негатива. И когда больше негатива, вы все время как бы застреваете на одном и том же шаблоне поведения. И не получается выйти из этого круга. У вас события даже по одному и тому же кругу идут. Или как качели туда-сюда качаются. Да, то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. И, в конце концов, это хорошо становится таким кратким нигом. То, что плохо растягивается на долгое продолжительное время. Поэтому вот, и от этого, естественно, у вас беднее, однообразнее эмоции. Ну, вы все время находитесь в грусти, печали. Смотрите, какие печальные у вас. Там можете даже сравнить свои фотографии. Взять, допустим, фотографии 20 лет назад. Не смотрите, что там поменялось лицо. Нет. Посмотрите на выражение этого лица. Там гораздо больше позитива, гораздо больше жизни в тех фотографиях, чем сейчас. Более того, я всегда рекомендую, сделайте фото перед началом вебинара или тренинга. Мы всегда делаем такую диагностику. Вы делаете фотографию. Софи сейчас все делают. В начале вебинара и после всех практик, в конце вебинара. Потом на компьютере сравниваете две фотографии. Я вас уверяю, действительно, вы видите разницу. У некоторых это очень значительная разница. Кто хорошо включается, кто хорошо работает. А у некоторых действительно получается, ну, чуть-чуть. Но это тоже прогресс. Это тоже классно, потому что, ну, как по-другому. Всегда должно быть изменение. Даже если в месяц вы будете каждую неделю делать фотографию, будете смотреть на себя, как бы со стороны не любоваться, ну, какая я красавица. Или наоборот, боже мой, как я плохо выгляжу, как женщина обычная. Да как я плохо выгляжу на фотографии. Я плохо получаюсь, я не хочу на себя смотреть. Более того, остерегайтесь этих слов, остерегайтесь этих отметок. Потому что что происходит? Вы программируете себя. Фотография, зеркальное отображение. Вы через глаза свои смотрите в свои глаза на фотографии и программируете себя. Так вот, давайте перевернём его обратку. Вы можете это сделать, но можете. Наоборот, всё время говорить себе позитивные вещи. Всё время глядя себе в глаза. Это можно делать перед зеркалом. Вот вам прямо первая техника. Глядя на себя в зеркало, через глаза вы даёте сигнал. Более того, когда вы развиваете себя, когда вы повышаете свой энергетический потенциал, у вас глаза становятся более чувствительные. И вы через глаза, как прожекторы, выпускаете энергию, направляете туда, в ту сторону или на тот момент, на тот вопрос, на того человека, на которого хотите повлиять. Поэтому помните вот это вот зеркало, зеркальное такое отражение. И этот момент всегда можно использовать. Поэтому говорите всегда себе только положительные, только хорошие вещи. Посмотрю, даже флаг английский у нас появился. Так, поставьте плюсики, если вы меня слышите, понимаете, о чём я говорю. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, вопросы. Подожду ваших плюсиков, потому что как-то всё тишина, и не знаю, вы меня слышите вообще. Леонид, спасибо большое, вижу ваш плюсик. Напишите, какие бывают страхи. Скажите, пожалуйста, за что вы переживаете. Надежда, вижу, Ольга, Таня, спасибо большое, да, вижу ваши плюсики. За что вы вообще в жизни переживаете? Ну, пусть, может быть, не сейчас переживаете. Хотя, как специалист, я вам скажу, что действительно человек всегда переживает за что-то. Только в какой-то момент это немножко отступает. Вы смотрите сериал, естественно, вы не думаете о том, что вы переживаете. Таня, вижу, финансы. О, это любимая тема, да. За финансы всех умеют переживать. А Ольга пишет, одиночество. Тоже такая тема, когда действительно, что такое одиночество. Иногда человек в одиночестве чувствует себя не очень хорошо. А недавно мне одна женщина сказала, «Боже мой, я не хочу замуж. Зачем? Я в своем одиночестве настолько себя комфортно чувствую. Мне никто не нужен. Я пришла, когда захотела. Я ушла, куда захотела. Общаюсь с кем хочу. Ем, что хочу. И так далее». Вы смотрите, это же отношение человека. Это опять уровень энергии. Если уровень энергии самодостаточный человек, хорошая энергия, то он абсолютно не переживает о том, один он или не один. Наверняка у него есть какая-то программа. «Сейчас я буду пока один, потому что мне пока никто не нужен, потому что все мое внимание, энергия уходит на мое важное дело». Там написание диссертации, кстати. Именно в стадии написания диссертации докторской была. Поэтому, говорит, мне пока никто не нужен. Он будет мне мешать. Другая женщина сказала, «А мне нужен? Еще как нужен?» Я поняла, что 25 лет. Я все время ждала, когда вернется ко мне первый муж. Зачем ждала? Непонятно. Все надеялась. Он две семьи, две жены уже сменил, а я все надеюсь, что он вернется. А теперь я поняла, что я уже не хочу, чтобы он возвращался. Я хочу нормальной личной жизни, счастья. Так, Надежда пишет. «Переживания бывают за детей, за деньги, нехватка». Вот. Да, действительно, страхи бывают разные. За ребенка мы переживаем, за престарелых родителей. Потерять работу страшно, потому что неизвестно, возьмут меня на другую работу или не возьмут. Это вот в 90-е годы действительно было страшно потерять работу. и я тогда дала себе установку, вот возьмите на вооружение, да. Я твердо глядя себе в глаза сказала, работа у меня будет всегда. И действительно, ни одного дня без работы. И сейчас думаю, ну надо уже давать себе отдых, наверное, да. Надо разрешить себе уже в отпуск съездить. А то даже в отпуске я работаю. То есть я провожу тренинги. Я считаю, что если я выездной тренинг, то это для меня отдых. Ничего подумаю. Я там впахиваю. Будь здоров, да. Каждого отследить. Это же персональная работа. И всего два дня после тренинга я остаюсь, чтобы немножко побыть на моле. Боры сначала, потом к моле спускаемся. Поэтому, да, действительно, очень хорошо. Выездные тренинги работают лучше всего. Почему выездные тренинги работают лучше? Потому что, во-первых, вы уходите из своего круга, постоянно в котором находитесь. Работа, дом, финансы. Ваша проблема, которая в вас в голове. Если вы все время думаете, что вам одиноко, нет денег, дети, неизвестно, что там будет с ними, как они будут жить, с чем и с кем они останутся. Потом, будет ли у них профессия, устроятся ли они на работу, будут ли они достаточно зарабатывать денег. Проблем-то можно придумать ужасно много. Иногда страшно начать новое дело. Мы переживаем за ложь, чтобы не раскрыли обман, измену. Одна женщина на тренинге сказала, больше всего переживала за измену. Интуитивно чувствовала, что изменяет. Как бы доказательств никаких не было. Но потом выяснилось, действительно сам признался, что вот есть у него любовница. Говорит, сначала выгнала, переживала очень сильно. Прошло какое-то время, пришел, повинился, попросил прощения, сказала, больше так не будет. Я просила, он вернулся. И все равно уже не было такого доверия. То есть она не освободилась от своей обиды. И это именно та проблема, с которой очень многие мы сталкиваемся, люди. Если бывает какая-то проблема, бывает обман, предательство, у нас туда уходит энергия. Наша энергия утекает из наших клеток и уходит именно туда, куда мы направляем свою мысль. Думаем, что он у нас изменяет муж. Туда уходит энергия. Ему хорошо. Он же в радости. С одной стороны. А с другой стороны, ему жутко страшно. Поджилки трясутся. А вдруг жена раскроет его обман. А вдруг его застукает. Проблем не отберешься. Бывают же такие, что да, ну вот интересно, хочется какого-то драйва, когда что-то там из себя представить, как-то утвердиться с другой женщиной. Почему мужчина изменит? Потому что он утверждает. По всей вероятности, его там притесняли дома. Поэтому вот, чтобы получить этот ресурс энергетический, и он идёт и ищет, где там его похвалят, где он будет петухом, там, я не знаю, орлом, соколом и прочее. Поэтому он туда действительно убегает. Но он же понимает, что это всё временно. Вот эти радости жизни, это всё временно. Самое главное, это его жена, это его дом, это его дети, это его тыл, куда он приходит и отдыхает. Потому что невероятная масса энергии уходит на другую женщину. Он там должен выглядеть. А дома чего? Ну, при жене можно там и в шортиках походить, и как угодно себя вести, где-то бросить свои носки и прочее. Ну, пусть, ну, поворчит, ну, поорёт, ну, и что? Ну, всё равно это что, никуда не денется с подводной лодки. Вот такое есть представление у многих мужчин. Поэтому, смотрите, энергия утекает и там, и у жены, и у мужа. И когда изменяет, и когда получает удовольствие от измены. Поэтому это всё в первую очередь. Все эти мышечные зажимы видны где? На лице. Конечно. Поэтому я говорю, сделайте фото в начале вебинара и сделайте в конце. И сейчас мы приступим к практике по выявлению зажимов. Потому что там, где есть зажим, там живёт эмоция. Эмоция одиночества, эмоция нехватки денег, эмоция обмана, эмоция злости, обиды. Поэтому давайте поищем в своём теле сейчас, где живёт эмоция. Расслаблять тело очень даже полезно и очень даже нужно. Почему? Потому что в первую очередь там, где расслабляется мышечный зажим, мягкая становится мышца, оттуда выходит энергия. И она меняется. В тухлятинах уходит, а начинается поток энергетический. И энергия в клетках оживает, кровоснабжение улучшается, лимфоток нормализуется венозный и лимфатический отток, восстанавливается эластичность. Кожа лица становится более отдохнувшей, более приятной, расслабленной. Согласитесь, когда... Почему фотографии иногда плохо получаются? Это зажимы на лице. Я не могу лыгнуться, да? А с другой стороны, когда ты расслаблен, да, мне хорошо, мне замечательно. Тогда приятно смотреть на это. Умение расслабиться — это одно, а привычка следить за собственным напряжением или расслаблением — это самое важное для здоровья. Что нам помогает отследить? Естественно, наша мысль. Я сегодня буду часто, наверное, повторять эту фразу, чтобы вы её понимали, чтобы вывели на сознание. Куда мысль? Туда энергия. Так вот, аутогенная тренировка, она помогает снять вот эти поверхностные мышцы, но для более глубинной проработки, конечно, нужно сопровождение специалиста, потому что никогда не знаешь, куда поведёт твой зажим, в какую проблему вы можете провалиться. И здесь нужен наставник, который вас выведет из этого состояния. Иногда человек переоценивает свои умения или свои возможности, и говорит, «Не, я сам справлюсь, это нормально всё». А у него начинаются такие ситуации, такие обратные реакции, и он либо плачет весь вечер, а то и два дня. У меня в персональном кучинге по развитию интуиции была одна женщина, но на первых порах мы всегда прорабатываем психологические какие-то проблемы, потому что интуиция чётко зависит от энергии. Какая у тебя энергия, сколько у тебя этой энергии. Поэтому вот когда мы начали с ней прорабатывать, всё хорошо, техника прошла хорошо, она осталась довольна, замечательна. Всё, потом у нас был два дня перерыва. На третий день, говорит, нет, к концу второго дня она мне пишет смс, и говорит, я плачу. Я второй день плачу. Я лет 20 уже не плакала. Я не понимаю, что со мной происходит. Посмотрите, какое было напряжение. Как человек долгое время держал лицо. Нельзя показать, что ты расстроен. Нельзя показать, что ты обеспокоен чем-то. Нужно держать лицо. Выяснилось, что всё время ей бабушка говорила, ты из хорошей семьи, ты должна держать лицо. И этот спазм, как правило, у нас мышечное лицо и мышцы шеи. Всё время вот это вот всё хорошо. Ничего не должно нигде показать, что тебе плохо, что ты, ну ты же живой человек. Ты имеешь право на эмоции, ты имеешь право и гневаться, и раздражаться, но не запускать эти процессы, чтобы они были постоянные. Вот здесь вот и нужно постоянно отслеживать, как ты умеешь владеть своей энергией, свои зажимы. Итак, сделайте глубокий вдох-выдох. Сядьте удобно. Можете как-то подвигаться ещё в своём месте, в своём кресле или где вы сидите. И закройте глаза. Слегка опустите голову к груди. Это положение. Руки на колени положите. Спина абсолютно прямая. Опустите плечи. Дыхание ровное и спокойное. Я считаю до 10. И когда я произнесу слово «10», вы погрузитесь в своё внутреннее состояние и проследите своим внутренним взором, где, в какой области вашего тела есть зажимы или, может быть, просто дискомфорт вы испытываете. Где-то холод, где-то, наоборот, горячо. Последите за своим дыханием. Дыхание ровное, спокойное. Вы слышите мой голос. В то время, как сознание ваше может сейчас отдохнуть, а бессознательная часть сделает эту важную и нужную работу для вас. Последить, продиагностировать, посмотреть, где в вашем теле есть застоявшаяся энергия. Зажимы, дискомфорт, холод или слишком горячо. Или, может быть, какая-то другая реакция. Поэтому сейчас один расслаблены плечи, расслаблены мышцы головы, лица. Два Вы разрешаете себе расслабиться? Произносите про себя три раза. Я разрешаю себе расслабиться. Я разрешаю себе расслабиться. Я разрешаю себе расслабиться. Три. Расслабляются мышцы живота, спины, расслабляются руки. Каждый пальчик расслабляется на левой руке. Каждый пальчик расслабляется на правой руке. Четыре. Дыхание ровное, спокойное. И Вы можете слышать еще какие-то звуки. Жизнь продолжается. Все звуки помогают Вам расслабить свое тело еще больше. И последить внутренним взором. Как протекает энергия. Пять. Вот уже пройдена половина пути. И Вы расслабили ноги. Бедра. Шесть. Ваши ступни плотно стоят на земле, на полу. И есть ощущение плотности, сцепления. Это фундамент. Ноги. Это та Ваша опора, которая позволяет Вам хорошо и плотно стоять на земле, получать хорошую работу, хорошую зарплату, хорошо управлять денежной энергией. Посмотрите, какие у Вас ноги. Как Вы их видите? Светлые или темные? горячие или холодные? Горячие или холодные? Большие или маленькие? Семь. Ваше тело расслаблено и Ваш внутренний взор медленно проходит с макушки до пяточек и смотрит, как протекает энергия. Восемь. Энергия идет через макушку головы. Отметьте, какого цвета энергия идет. Девять. Посмотрите своим внутренним взором, как проходит энергия. Каждый ли уголок Вашего тела высвечивает эту энергию? Десять. Вы находитесь в нужном состоянии, которое позволяет Вашему бессознательному открыть для Вас важную информацию и показать, может быть, картинки, может быть, запахи, может быть, дать Вам другим способом информацию, которая позволит Вам вывести на осознание причины Вашей болезни или недомогания или низкого уровня энергии. У каждого своя причина. посмотрите, насколько энергия попадает в каждый ли уголок, она попадает в Вашего тела. как Вы чувствуете руки, как Вы чувствуете ноги, как чувствует себя Ваша голова, достаточно ли света в левом и в правом полушарии. где не хватает? где не хватает? посмотрите эти темные пятна у Вас внутри, где не хватает энергии, пока мы только диагностируем. хорошо. те, кто делает медитацию, у них все получается замечательно. и теперь сделайте глубокий вдох-выдох, те, кто делал медитацию, но постарайтесь пока не выходить из этого измененного состояния сознания, оно Вам еще пригодится на следующую медитацию. мы будем сейчас делать следующую практику, но сначала, пожалуйста, напишите мне в чате, как прошла медитация, что Вы посмотрели, как диагностика, не медитация, а диагностика, как прошла. Кто из Вас увидел темные пятна, кто увидел, какие ноги были, напишите, да, маленькие, большие, холодные, теплые, посмотрите, где был дискомфорт, удалось ли сразу расслабиться, или прошло какое-то время. Я подожду Ваших комментариев, потому что это очень важная часть, помните, что у нас практический вебинар, где мы и прорабатываем в том числе, потому что если страдает шейный отдел, то это говорит о том, что все время, да, в напряжении, особенно у сидячих, если работа сидящая, то, естественно, вот плечи напрягаются, и очень болит, именно вот область шейного отдела, именно 10-ой шейный позвонок. Иногда у женщин в этом, в этой области, бугорок такой, это вот прямо на рост. Так, Валентина пишет, ближе к правой стороны лопатки. Правой стороны лопатки. Ну да, вот как раз. Иногда, если вот спина именно болит сзади, в области лопаток, это же у нас как бы сердечный центр. Да, наверняка испытывала предательство. И тогда именно как будто удар в спину получила. Поэтому и болит. спина, поджелудка. Так, Таня, не очень понимаю, да, но спина, понятно, да, я как раз сказала, да. Так, Света, я никогда ничего не вижу, расслабилась хорошо. Таня, в правой ноге пережата кровь, ощущение жжения. Вот какой зажим. Да, ноги, если страдают, то это говорит о том, что вы не очень хорошо верите в будущее свое, вы не можете опереться на свои ноги, вы плохо ходите по всей вероятности, не позволяете себе идти туда, возможно, что вы не выполняете свое предназначение. Но это как диагностика, как я специалист по телесно-ориентированной терапии, я просто объясняю. Я не говорю именно как у вас, я говорю, за что отвечает каждый участок нашего тела. Надежда, выкручивала руки, потом кисти рук горели, а ноги стали тяжелые и теплые. Посмотрите, когда руки, руки за что у нас отвечают? Дать брать. Я отдаю что-то, но я взамен что-то и беру. Если у вас перекос в этом дать брать, да, или обнять, да, я обнимаю. Руки отвечают еще за объятия. Я кому-то не додаю своей любви, своего внимания. Светлана, шея и весь позвоночник. Когда шея, за что отвечает у нас шея? Она отвечает у нас за, я умею легко ориентироваться в пространстве, я коммуникабельно и быстро могу перестроиться, да, когда шея хорошо работает. Но, если весь позвоночник откликнулся, то это говорит позвоночник, остов, стержень, на котором держится весь скелет. Стержень потерян, по всей вероятности. Я не верю в свое будущее. Я не верю в том, что я нахожусь в правильном месте и делаю все правильно. Так, Валентина подтвердила, что было такое, да. Леонид, успешно, энергия проходила по всему телу, я больше чувствую, поэтому просто отмечал, где у меня неполадки. Как мужчины все они кинестетики, у них, конечно же, больше на ощущения. Хорошо, если вы это отмечали, то замечательно. Значит, теперь есть над чем поработать. Теперь вы знаете, над чем можно поработать. Поэтому те, кто сейчас выполнял это упражнение и дал обратную связь. И все остальные, включайтесь в работу, кто позже включился. У нас наиболее активным участником чата и наших техник сегодня в практике будет в конце подарок. сейчас опять делаем глубокий вдох-выдох. Давайте сейчас поработаем со своим телом. Опять войдите в это же состояние. Я просила не выходить до конца из состояния измененного состояния сознания. Транса по-другому называется. В трансовое состояние мы входим, когда мы готовимся к медитации. В трансовом состоянии это естественное состояние. Каждые 90 минут мы впадаем. Только мы это не отмечаем, потому что не осознаем. И сегодняшний вебинар нацелен на то, чтобы вывести очень многие какие-то ваши паттерны поведения именно на сознание, как вы делаете, что вы делаете. Поэтому расслабляем свое тело. И сейчас мы будем менять энергию. Мы будем менять энергию, потому что она у нас застоялась. И как один участник тренинга вебинара прошлого сказал, говорит, ну как же, в моем болоте мне тут очень хорошо. Я тут обои поклеил, у меня тут музычка играет. Не, не хочу выходить из своего болота. Я говорю, а как там чувствуете? Ну болит, ну не получается. Ну нет, зарплаты не хватает. Ну в болоте-то хорошо. Мне ж тепленько там в своем болоте. Поэтому давайте выходить из своего болота. Давайте уже... Вы не зря, наверное, сюда интуитивно пришли на этот проект, который организовала Татьяна Игалина. Поэтому вот давайте меняться. Давайте уже выполнять свое предназначение. А предназначение у каждого человека за всю его жизнь, за все его воплощение очень много бывает. Это не 5-10. Это гораздо больше бывает предназначений, которое человек должен выполнить. Поэтому, может быть, вы еще не все выполнили. У вас идете путем самопознания, саморазвития, самосовершенствования. Расслабляйтесь. Сделайте глубокий вдох-выдох. Подумайте о том, что у вас над головой или создайте шар ослепительно белой, чистой энергии. Ослепительно чистой белой энергии. И теперь расширьте этот шар. Пусть он станет больше. Больше вашей головы. Еще расширьте. Еще больше. Хорошо. Еще больше. Включайтесь. Давайте используем нашу энергию коллективного, бессознательного. Еще больше. Давайте сделаем огромный шар белый. И теперь пусть этот белый дождь начинает литься на вашу голову, проникая в мост и омывая ваше левое полушарие, ваше сознание. Омывая правое полушарие, ваше интеллективное, творческое полушарие. Пусть омоется середина лба там, где находится эзотерики называют третий глаз. Прочистим давайте свою интуицию. Прочистим этот третий глаз. Пусть он нам показывает картины. Хотя бы пока на ощущениях. И пусть льется эта чистая энергия в каждую вашу клеточку. Заполняя лицо, ваши глазницы. И может быть сейчас в ваших глазах есть ощущение света. Яркого, чистого, белого света. Помывайте, очищайте себя. И пусть дальше проникает и омывается шея. И пусть эта чистая белая энергия даст возможность вам говорить легко, свободно, добрым, красивым голосом. Говорить хорошие слова своим друзьям, своим родным, своим детям, близким, самой себе, самому себе. И новый поток чистой светлой энергии наполняет вашу грудь. Помывает ваше сердце. Бронхи, легкие. Пусть уходит все темное и серое. И новый сильный поток энергии проникает в каждую клеточку. Те цепочки ДНК, которые требуют внимания, которые отвечают за ваше здоровье, за вашу кровь, за ваши эмоции, за ваши способности. И новый поток энергии, который вливается в вас и промывает вашу грудь, ваши руки, ваши суставы, ваши косточки, ваш живот, ваши бедра. Пусть этот поток энергии позволит уравновесить вашу волю, если ее слишком много и вы продавливаете какие-то события в своей жизни или сильно контролируете людей вокруг себя. Пусть успокоится эта энергия. Или наоборот, когда не хватает уверенности, начать что-то новое, что-то сделать. Уравновесить и поднимите уровень энергии именно в животе. Замечательно. Хорошо. Хорошо. Я вижу, те, кто делает прямо хорошо, идет энергия. И новый поток энергии пусть омоет низ живота. Наполнит светом органы, наши женские органы, мужские органы. Еще чище, еще больше поток сделайте. Ведь там есть сексуальная и творческая энергия, где будут активированы ваши способности. Потому что кто-то после медитации начинает красиво писать стихи. Кто-то начинает рисовать картины, которые, может быть, долгое время не рисовал, но умел рисовать. И новый поток энергии омывает весь ваш позвоночник. Каждый диск наполняет прямо током электрическим весь позвоночник. И вы как будто дышите. Своё внимание направьте туда, где у вас был зажим. Под лопаткой или в позвоночнике, или в шее. Направьте туда больше энергии. Энергия очень умная. Она знает, куда пойти. Знает, где и там расслабить мышцы ваши, мышечные зажимы, чтобы кровь шла хорошо. Чтобы энергия шла чисто, красиво. Потому что энергии – это еще и информация. Вы на осознание выводите самое важное, самое нужное решение ваших вопросов. Замечательно. И теперь ноги наполните. Наполните ноги этим ярким светом. Прямо каждую веночку, каждый поток, каждый энергетический канал, который проходит по задней стенке вашей ноги, по боковой стенке вашей ноги, высветите. Пусть это будут светящиеся дорожки. А теперь расшите эти дорожки. Замечательно. И пусть через пяточки уйдет остатки самой серой, ненужной, скверной энергии, вялой. Она не нужна. Она отработала. Это болоты, которые вам уже не нужны. Хорошо. А теперь расширьте свет, который вокруг вас, до размера вашей комнаты. Хорошо. Еще, еще больше, еще насыщеннее. Ага. А теперь еще больше расширьте. На весь город. На свой дом. На весь город. На всю страну. На всю планету. Замечательно. Чувствуете, как энергетика поменялась? Она стала легче. Она стала прозрачной. Она стремительнее стала. Искристая. Она уже не белого цвета. Она даже какая-то вкрапление золотые, серебряные. Замечательно. Сделайте глубокий вдох-выдох. И возвращайтесь сюда в настоящее время. И напишите в обратной связи. Как прошла энергия? Легче ли стало вашему позвоночнику? Ушла ли боль под лопаткой? Как ваша шейка? Расслабилась ли? Позволили ли вы себе расслабить свою шейку? Напишите, пожалуйста. Вернитесь сюда в настоящий момент. И я жду ваших комментариев. Вот, возвращаете вы себе личную силу. Да, Светлана пишет. Да, замечательно. Хорошо. Еще, еще. Кто делал еще? Потому что была хорошая. Под конец была в учебе. Такое единое пространство было. Валентина, хорошее состояние. Замечательно. Спасибо большое, девочки. И сейчас мы с вами уже приближаемся к игре, которую я обещала. Но у нас время как быстро летит. А мне еще надо рассказать про тренинг, который хочу вас пригласить на тренинг «Личная сила». Но давайте поиграем, потому что тренинг действительно очень важный. Смотрите, как хорошо работают техники. А на тренинге там более глубинные проработки. Вот, Леонид пишет. В теле появилась легкость. Да, Светлана, не хочется выходить. Да, здорово. У меня на прием пришла одна женщина и сказала, говорит, очень много работы, действительно силы ушли. Проходила недавно ваш тренинг «Ключи мастерства». И там вроде накачались хорошо. Но, говорит, такое было выхолощивание в рабочем состоянии. Я говорю, это не выхолощивание. Это на тренинге вы поставили очень высокие задачи перед собой. И хотите просто перепрыгнуть с настоящего в будущее сразу. А нельзя, надо постепенно. В лестничный пролет нельзя перепрыгнуть сразу. Вы не обладаете левитацией. Вы можете, если хорошая растяжка, через две ступени переступить. Но никак не через пролет. Поэтому, когда вы ставите очень высокие задачи, всегда нужно проработать внутренние задачи, которые постепенно вас приведут именно к той цели, к тому заработку, который вы хотите. Я не знаю, к тому мужу, которого вы хотите. Чем свершеннее. Надежда. Да, энергия вышла из дну, потом весь дом светлый стал. Очень хорошо. Да, именно, вот про что я и говорила. Спасибо, Надежда. Смотрите, у меня есть карты, такие метафорические карты. Я очень люблю. Это карты с причиной. Я хочу вам показать, вместо активации интуиции, когда я сказала, что действительно вылетает интернет, я просто боюсь прерывания связи. Поэтому вот хочу показать, как работает именно ваша бессознательная часть. Задумайте от 1 до 21 число, но здесь не пишите, пока про себя там напишите. Так как у вас тут больше 20 человек, и, естественно, для всех я не смогу сделать. Поэтому давайте вот двоих возьму. Первый, кто поставит число 200, я с теми поработаю. Все остальные просто послушают, как это работает бессознательная часть. Вы назовете мне число карты, я вытащу карту и прочитаю. Надежда, вижу, ваше число 200. Теперь задумайте тот вопрос, который вас наиболее беспокоит. И Татьяна, вижу, 200. Все, спасибо, достаточно. Вот двоих возьму, потому что время у нас вебинар ограничен, 21.30. Вы же знаете, что будет следующий спикер, поэтому быстренько мы сейчас с вами. Надежда, от 1 до 21 число. Спросите сначала себя, у вас есть какой-то запрос. Если вы можете, напишите этот запрос сюда, в этот вопрос, который вы хотите решить, и я вытащу карту, это будет ответ на ваш вопрос. А этот ответ на ваш вопрос даст ваше бессознательное, потому что именно через мои руки, потому что мы сейчас с вами присоединены, мы находимся в одном энергетическом поле. Мы уже управляем энергией, и она перетекает от меня к вам, а от вас ко мне. Поэтому задайте вопрос, напишите здесь. Не вижу, печатается. Вот, какой вопрос. И Татьяна, тогда тоже заготовьте свой вопрос. И назовите число от 1 до 21. Хорошо. Я вытащу карту, пока я только их перемешиваю. Надежда, первая. Если у вас вопрос, на который вы хотите получить ответ. Чем заняться? Много желаний. Ну, это очень такой пространный вопрос. Если у вас хотя бы два желания, восьмерка вижу, хотя бы два желания, которые вы можете, ну, держите у себя в голове, если вы не можете написать, но лучше напишите, да, между чем выбор сделать. Хотя у вас действительно в вопросе стоит выбор, да, кем заняться? Выбор. Хочу сделать выбор. Подходит так? Так, восьмерка. Считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вера в счастливый исход – залог успеха. Карта. Притча. В руках судьбы. Великий японский воин решил атаковать противника. Хотя врагов было в десять раз больше. Он верил, что победит. Но его солдаты сомневались. По дороге он остановился у святыни и сказал своим людям. После того, как я навещу святыню, я брошу монетку. Если выпадет орел, мы победим. Если решка, поиграем. Судьба держит нас в руках. Воин вошел в святыню и молча помолился. Выйдя, он бросил монетку и выпал орел. Его солдаты так рвались в бой, что легко выиграли битву. Никто не может измениться, сказал ему слуга после битвы. Конечно, нет, ответил воин. Показывая монетку, у которой с обеих сторон был орел. Посмотрите. Еще раз. Вера – счастливый исход – залог успеха. По всей вероятности, не хватает именно веры. Надежда. Руны, Таро, астрология, нумерология. Но на самом деле все это относится к одному и тому же. Служение людям. Руны, Таро, астрология, нумерология. Вы не будете заниматься этим только для себя. Вы будете все равно служить людям. Поэтому вы на правильном пути. Больше веры в свои способности, больше знаний. Так, тасую карты. У нас есть восьмерка. Еще. Таня, получится ли мое задуманное? 17. Ой, 17, да. Она посмотрела, извините. Получится ли мое задуманное? 17. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, единицы, 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 единицы. Единицы. Не следует растрачивать свою энергию на второстепенные дела. Концентрируйте силы на значимых целях. Обрезайте ветки в саду вашей души. Тричи. В определенный сезон мы обрезаем сухие, нездоровые или лишние ветки на деревьях в саду. Мы ограничиваем рост растения так, чтобы оно росло в направлениях по нашему выбору и давало не столько листьев, сколько цветы и плоды. В саду нашего тела и разума есть много ненужных привычек и дел, на которые мы тратим время, мысли, энергию, которые не дают нам рассысти. Если мы не пересечем свой рост в неплодотворных направлениях, то большая часть нашей энергии будет растрачена на действия, очень далекие от наших истинных желаний и целей. Удаляя всё старое, бесполезное в своей жизни, мы даём возможность расцвести сокрытым у нас талантом и чувством. Девочки мои дорогие, расскажите, пожалуйста, как это отвечает на ваш запрос? Телекарты вы вытащили. Ответила ли Таня, получила ли задуманное? Вы не написали, что задуманное, но это задуманное, да? Не следует растрачивать свою энергию на второстепенные дела. Концентрируйте силы на значимых целях. Напишите, Надежда и Таня, те, кто… Я сказала только двоих, больше, извините, не могу. Время ограничено, поэтому сейчас дальше мы идём. Там практика. Таня, Надежда, да, жду ваших отзывов. Бессознательная часть, интуитивная часть ваша. Она дала вам ответ посредством притчи, посредством ответа на вопросы. Так, жду ваших ответов, мы идём дальше. В чём источник жизненных сил? Надежда пишет, я поняла, что мне не хватает веры. Да, конечно. Поэтому больше веры в свои силы, в свои возможности, и у вас всё получится. Замечательно. Источник жизненных сил. В чём источник? Вот, источник жизненных сил. Всё. Вот для Надежды это вера. Татьяна, спасибо, поняла тоже, да, говорит. Вот так мы… Это игра такая, помните, детская игра. Открываем книжку, задаём себе вопрос. Открываем книжку. И читаем первые строки, куда взгляд упал. И получаем ответ. Это так работает бессознательная часть. Здесь вот карты, но вы можете взять. Библия очень хорошо отвечает на вопросы. Какую-то книгу, может, даже и художественную. Очень хорошо отвечают на вопросы Паука Элья, Айванхов. Ну, такие духовные книги, да? Поэтому там вы действительно находите, у себя внутри находите свой источник. Он в позитивном мышлении. Он в тех планах, которые вы строите. И в тех мыслях, которые всё время вы выстраиваете. Поэтому вот что самое важное? Это действительно проработать себя. Представляю вам практический тренинг. Приглашаю вас. Личная сила называется. Как сохранять душевное спокойствие в повседневной жизни, оставаться активным и всё успевать? И там две формы участия. Первая, значит, как бы два тренинга, но они в одном. Энергия и интуиция и сила. И вы можете прорабатывать сами себя. Но здесь это не в записи тренинга, это живой тренинг. Если вы хорошо работаете с компьютером, хорошо, да, и вы по инструкции моей можете хорошо подключиться к прямой трансляции через хангу, вот вы можете в прямом эфире задать мне вопрос живым голосом. Это очень удобно, это очень хорошо, чем писать. Пока вы напишите. Очень многие ленятся писать. Кто-то, может быть, не очень хорошо пишет. Запаздывается там система вещания. Поэтому очень хорошо и здорово, когда вы пишете мне свои вопросы. Поэтому что будет на первом варианте участия, на энергии? Естественно, мы будем заниматься всё время накачкой энергии. Вы восстановите свои силы, потерянную энергию. Вы научитесь отслеживать свои состояния. Это придаст вам состояние стабильности и устойчивости. Больше веры будет, вы лучше будете понимать, куда вам двигаться, да, куда идти, куда расти. Вы получите методики, техники, которые вас научат расслабляться, коммуницировать со своим бессознательным. Что такое коммуницировать? Это общаться, да, бессознательная часть — это ваша интуиция. Это то, что вам всё время подсказывает. Туда правильно идти, туда нужно идти, там тебя ждёт успех, там тебя ждёт прибавка к зарплате, там тебя ждёт любовь. Или туда не надо идти, потому что там опасно. И вот это вот нужно различать у себя, где правда, где ложь. Вы переработаете много негативного опыта. Там будут техники обиду, злобу, вот то, что застарелое, всё, что уже предательство, страхи за какие-то новые начинания в будущем. То, чего нам не хватает, вот этого движения. Я всегда говорю, одно дело вы составляете цель, она у вас есть впереди, другое дело к этой цели, надо как-то идти. Лёжа на диване, цель сама не придёт к вам. Не надо идти. Каким образом вы составляете какие-то действия? Я помогаю вам, я веду вас. Я люблю индивидуальную работу, поэтому у меня, в принципе, мини-тренинги. У меня много народа, я не беру, потому что, ну, есть привычка работать в оффлайне. В оффлайне я работаю тоже с маленькими группами, там, 10-12-15 человек, где действительно я слышу каждого. Я могу просмотреть, как его энергетика идёт, как он там включён в работу, или он куда-то ушёл в своё измерение и забыл, где находится. Его надо как бы дёрнуть, выдёрнуть и вернуть в тот канал, который нужно, которым нужно быть. Поэтому здесь, в онлайн-пространстве, у меня тоже не сильно много опыта работы именно в онлайн-пространстве, но знаний достаточно и умений. И я уже понимаю и чувствую людей. Для меня расстояния нет, потому что я давно работаю своей интуицией, я видящий человек с образованием, поэтому я прекрасно понимаю и могу объяснить любое состояние человека. Более того, я могу подсказать, как избежать какого-то состояния. Но учу, покажу и расскажу. Я вообще поучинговой работе индивидуально просто беру за руку и веду. Единственное, что я сегодня вам не рассказала, это не показала, приготовила маленькое видео, как бы отзыв. Всегда же нужен какой-то отзыв. Поэтому я вот сейчас попробую включить, а потом вернусь к презентации опять. Включу всё-таки отзыв Дениса Русакова. У него была удивительная судьба. Я немножко... Замечательный, знающий, превосходный специалист. Сделайте громко. Очень глубокий, думающий. И каждый тренинг – это огромное удовольствие. После каждого тренинга не просто уходишь, как будто что-то послушал, а получаешь высокие инструменты, с которыми можно дальше работать, совершенствоваться, искать и справлять проблемы в своей жизни. Всем советую походить на эти тренинги каждый раз. Это что-то особенное. Спасибо, Денис. Вот у него была удивительная судьба. Когда-то меня пригласили, 7 лет назад меня пригласили в один центр работать, где такой значимый человек пригласил. Я была у него на выездном тренинге. И он увидел мои способности, сказал, приходите к нам в центр работать. Я подумала и пришла. Я увидела там Дениса, который считал, что он правая рука этого гуру. Я не буду называть, чтобы не рекламировать. И он там, думаю, Боже мой, такой светлый человек. Такая улыбка у него замечательная, обаятельная. Столько доброты, мягкости и способности, главное. Но всё это как-то в зачаточном каком-то состоянии. А он работает рядом с гуру 17 лет. 17 лет. И он просто мальчик на побегушках. Он администратор. Думаю, ну как же так? А почему не начать своё действие, своё дело? Он стал ходить на мои занятия в мастерскую личностного роста. И буквально ему хватило, я не знаю, там, три занятия, что ли, да? И всё, и он пошёл. Более того, он сейчас, вот уже, наверное, третий год, да? Он собрал тоже группу единомышленников вокруг себя. И проводит различные тренинги, мастер-классы и выездные. Очень много они путешествуют по Москве. В Москве же очень много монастырей, мест силы. Ну и, конечно, выезжают куда-то тоже недалеко от Москвы. Вот. Поэтому вот так иногда, как я себя называю, я тот толкатель, пинатель, да? Который помогает людям найти именно вот то зерно, которое они раскрывают, которое они сажают, поливают и вырастают потом в таких красивых, сильных личностях. Да? Ну, практически в гуру. Поэтому приходите на тренинг «Личная сила». И сейчас я продолжу дальше говорить, что же там будет такого интересного. Кроме того, что вы научитесь всё-таки входить в изменённое состояние сознания и коммуницировать со своим бессознательным, это тоже очень важно. Вы почистите каналы связи, самое важное, да? Вот эти каналы связи с высшей энергией. Управление энергией – это же очень важно, очень сильно. Вы её будете чувствовать руками. Вы можете её взять и направить именно туда, куда необходимо. Руки ваши ставят как целители. И там будут и практики, и техники. Вы научитесь останавливать вот эту мысль-мешалку в голове, которая всё время анализирует что-то, всё время что-то вам говорит, да? Не ходи туда, не делай это. Ну, это старые психологические установки, проблемы, зажимы в теле, которые действительно мешают быть вам здоровым, энергичным, сильным. Тоже практика. Вы узнаете, как, когда можно наиболее эффективно использовать интуицию. Техника безопасности будет, безусловно, есть. Да, будет практика сбалансирования левого, правого полушария. Вы научитесь с помощью самой гипноза и силы мысли в любом месте за короткое время расслаблять своё тело и снимать стресс. Любой зажим. Вы научитесь вот это вот отслеживать у себя. Формат участия, длительность обучения. Два вечера по два часа. Ну, я вам скажу, что два часа – это маловато, наверное, да? И всегда это получается чуть больше. Иногда до трёх часов. Это зависимость от группы, как она активно включается в работу, какие идут, обратная связь какая идёт. И тогда мы ограничений нет. До результата. Всегда до результата. Второй формат участия, вариант участия – это интуиция и сила. Где вы, помимо того, что получаете на первом варианте участия, вы ещё личные какие-то свои истинные пожелания на будущее, да? Мы прорабатываем будущее. Вы получаете техника влияния на будущее, на события повседневной жизни. А если мы влияем на события повседневной жизни, вы получаете автоматически бонусы в своём будущем. Как улучшить своё состояние? Как найти того единственного и перестать быть одиноким? Как наладить и перестать бояться за детей? И даёт очень сильную технику. Личная сила называется. Накопление энергии для успешного развития, конечно, счастья, достижения гармоничных отношений с собой, с окружающими. Формат участия. Это три вечера. Ну, первый вечер, да, и ещё у нас потом третий вечер идёт. Очень глубокий. Там уже, ну, я написала по два часа. Нет, там три часа идёт, да. Обратная связь. Консультация. Да, и ещё есть бонусы. Про гарантию чуть позже. Ещё есть бонусы. Значит, какой бонус у нас при первом варианте участия? Про гарантию чуть позже. Ещё есть бонусы. Значит, какой бонус у нас при первом варианте участия? На каком моменте я остановилась? Так, я говорила о бонусах, которые, да, вас ждут. Поставьте плюсики. Тому нравится программа. Потому что скидки всегда, да, на вебинаре всегда скидки даются. И, конечно же, будут скидки. Бонус для первого варианта участия. Кто оплатит до нуля часов завтрашнего дня, получит в подарок дополнительную ценность. Замечательно. Леонид, вижу ваш плюсик. Дополнительная ценность для тех, кто завтра до нуля часов оплатит. Кто вообще сегодня может оплатить, потому что 1900 не сильно большие деньги. Поставьте 100, кто хочет. Дополнительную ценность для участников варианта «Энергия». Я запишу программу в подарок по личному запросу. Для этого вы в комментариях напишите. Ну, естественно, если вы будете участвовать, то тогда я буду комментарии ваши принимать. Вы напишите свой запрос. Что именно вы хотите? Усилить какое-то качество своего характера. Усилить, может быть, энергию и направить ее туда на исполнение своего дела, важного дела. Это будет личная ваша программа. Так, жду-жду ваших плюсиков, жду ваших откликов. Нравится предложение, нравится программа? Хотите личную силу увеличить свой потенциал энергетический? Помните, я все время повторяла, куда мысль, туда энергия. Мы будем менять ваши мысли, вы будете получать отличное состояние. Вы найдете именно ту таблетку свою от всего, что вам мешает сейчас и то, что вы хотите получить в будущем. Вкладывайте в себя, инвестируйте в себя знания, силу, энергию. И это получается, устарится и вам вернется. Это ценность того, что вы всегда получаете. Когда вы инвестируете, всегда вам возвращается. Что я отдаю, то я и получаю обратно. Более того, что мы отдаем, иногда мы получаем гораздо больше, потому что это зависит от вашего внутреннего состояния. Так вот, эта программа, которую я для вас напишу, как бонусная будет, она будет для вас поддержкой, она будет для вас как установка, как катализатор для ваших действий. Замечательно. И для участников варианта 2, интуиция и сила, я подарю консультацию дополнительно. Посмотреть будущее для себя, какие изменения, какие события вас ждут в будущем. Вы можете использовать мои способности и задать мне любые вопросы. Это будет как бонус. Более того, вы можете задать мне вопросы не только о себе, но и о своих родных, может быть, о детях, может быть, о любимом человеке. То есть вам можно задать несколько вопросов про отношения, про бизнес, про здоровье. Переходите по ссылке, переходите, нажимайте кнопку, оплачивайте и приходите на тренинг. Это действительно будет интересно, здорово. Мы начинаем тренинг 23 апреля в 19 часов и вам дополнительно придет ссылка на комнату, где мы будем с вами проходить занятия, где у нас будут. Более того, у вас, еще раз повторю, будет возможность задать вопрос вживую прямо на тренинге, если вы владеете компьютером. Я высылаю всегда инструкцию, как пользоваться Google Hangout, справляться с потоком мыслей надо и вкладывать силу только в установку, которая начнет менять вашу жизнь, причем сразу начнет менять вашу жизнь или, может быть, какие-то отдельные события. И немножко о гарантиях сейчас. Очень часто говорят, а вдруг у меня не получится, а вдруг я не получу то, что я хочу. Глупость. Вот 100% людей задают такие вопросы. Я уверена в том, что я даю. У меня очень много студентов, у меня очень много клиентов, которые всегда получают именно результат. Я нацелена на результат, я довожу до результата, поэтому я отвечаю за каждую технику. Система занятий выстроена так, что вы просто не можете не получить результата. Поэтому я точно знаю, какие шаги нас ждут впереди, какие подводные камни нас ждут впереди и как добиться желаемого результата. Я имею личную заинтересованность в вашем успехе. Так я устроена. Потому что мне всегда очень важно, если человек включен, тогда он действительно включен в процесс, я имею в виду, тогда он действительно чудесным образом получает вдохновение, удовлетворение от проделанной работы. Тогда действуйте прямо сейчас. Нажимайте на кнопку и участвуйте в тренинге «Личная сила». Гарантия возврата денег 100%. Если вы делаете всё так, как я рекомендую, я смотрю вашу включённость, и вы действительно стараетесь, значит, я просто даём, может быть, не ту информацию или не теми словами. Я довожу до результата. Но если вы включались, работали, получали бонусы и никаких результатов не получили, по первому приему я возвращаю вам денежку и мы прощаемся. Всё. Мне очень приятно было с вами познакомиться, поговорить. Спасибо за участие. Татьяне, те, кто участвовал, Сергей, Надежда, Светлана, Таня, кого не назвала ещё, Валентина, напишите, пришлите свои контакты Татьяне. Я вышлю вам обещанный подарок. Вы очень здорово все участвовали. Спасибо большое вам за участие. Я вам вышлю программу, которая поможет вам действительно справляться со своими какими-то трудностями. Спасибо большое. Всем всего хорошего. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...